В позиции Яншена вариант, когда мы в столбах, вот передо мной пейзаж, я могу направить свой взгляд на окно, вот это прикрытие, а через какое-то время аккомодацию сделать туда дальше. Это будет размытое окно, а я взгляд сюда, потом сюда, то есть такая аккомодация, это самый такой простой вариант. Прикрыть глаза, расслабились, потом какое-то время вы поработали, в этом столбе открыли, и все краски новые заиграли, вот такой эффект, все четче видно. То есть такой простой, здоровительный, ничего такого сверхъестественного, слегка прикрыли глаза, разные варианты. То есть разные варианты работы ваших глаз. В диди-столбах здесь более такая активная работа, и где-то такая более острая и применительная может быть, допустим, в фуане. И вот эти небольшие усилия, они могут сопровождаться силой глаз тоже присутствовать. Более такая хищная, допустим, можно представить, что вы кот или кошка за мышкой охотник. И он такой нефокусирующий, если передо мной противник, партнер, я сквозь него направляю взгляд, не привязывающий взгляд, а такой неприятный проникающий взгляд, вот такой пронизывающий. Можно в таком. А можно и здесь Яншин тоже отдохнуть. Постояли, постояли. То есть тот взгляд, который был бы в реальном поединке, где в вашей жизни, допустим, угрожает опасность, но в то же время вы контролируете. Опасности нет, но вы моделируете ситуацию, чтобы взгляд – это отражение души, состояние вашего духа. Поэтому, работая с взглядом, вы в какой-то степени этот дух тоже вытягиваете, тренируете, тестируете, а какое он пощупать. Чтобы в экстремальной ситуации, когда много-много раз делаете, он у вас сработал. Как мы говорили, что поступок формирует привычку, привычка формирует характер, характер формирует судьбу. То есть вот эти вещи. Вот что касается, если по простому глазу, там особо ничего. Ну вот первый Яншин, допустим, да. А три уровня? Просто три. Два. А по Шишин у нас мы… Тут идут вибрации более такие низкие частоты, высокие. И эта составляющая тоже работает. И в то же время это взрывная способность. Вот у меня еще в Китае как-то тогда еще первый мой наставник говорил, Ван Юй Цянь, как будто что-то вот так сверху в животе падает туда. Такое, да. И происходит такая вибрация, такой взрыв в животе. Ну вот как я харлика держу в руках, он гавкает, вот это прямо чувствуется взрыв. Все тело ву-ву-ву-ву. И вы модулируете такой первый уровень у нас с низкой нотой на высокую, и потом снова на низкую выходит. И визуально она идет вверх, и потом пускается вниз. Кстати, певцам бы хорошо с этим они пописали. И получается звук И-ЙО так примерно. И-ЙО, 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 Второй вариант. Мы делаем вот этот звук И-ЙО уже одним звуком. То есть укорачиваем вот эту амплитуду, получается. И-ЙО, 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 Но сохраняем вот этот. Третьий вариант, он не акцентирует внимание на самом звуке, оно происходит такое, как бы внутри. Ну, слабо-слабый звук, но внутренняя работа сохраняется. Где-то так. Я вот часто так, делает шаг, и в этой позиции показывает вот это усилие, коротенько, запрятанное. И вот это короткое, вкусное, коротенькое усилие, вздрагивание, зародыш фали. Главное поймать вот это короткое сжатие, которое мобилизует, помогает еще больше собрать ваше тело в единое целое. И, конечно, оно как кульминация, это как раз зародыш фали. Прощупываем, притираем, не форсируем длинное, а коротко нащупываем. И очень часто периодически вижу, как в скрытой форме, да, без звука, он иногда делает мацабу, а в этом мацабу немножко, чуть-чуть, есть фали такой. Только коснулся здесь, у Ялочи. Касание стопы. Я непроизвольно вот этот звук делаю, потому что с ним как прямо хочется легче делать. Попробуйте, я так понятно объясню. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok